ГТО для детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивной физкультурой они занимаются в Староскольской спортшколе Олимпийского резерва имени Александра Невского. Как проходят тренировки и каких результатов уже добились ребята – в следующем сюжете. Особенные дети занимаются адаптивной физкультурой два раза в неделю. Таких ребят у тренера Ксении Скорги почти 40. Упражнения самые простые, чтобы воспитанники спортшколы смогли лучше понять своё тело. Элементы акробатики, координационная лестница, задания на скорость и ловкость, игра с мячом. Каждая тренировка разнообразна. Тренировки направлены в основном на развитие именно головы, чтобы ребёнок умел владеть своим телом в первую очередь. Это на координацию упражнений различных. Вот и банально физически будет. Некоторые не умеют прыгать, не умеют бегать, там ещё какие-то упражнения учатся делать. То есть банальные, самые простые, самые такие лёгкие и более сложные переходим постепенно. Бывают неудачи и ошибки, но Ксения всегда рядом, чтобы поддержать и научить. Она мотивирует пробовать ещё и ещё, не сдаваться. Разные дети реагируют по-разному. То есть кто-то может делать, и ему всё равно. То есть он не выучивает, встаёт и делает. Кто-то в слёзы. У кого-то, то есть пупор в углу сидит, всё, то есть не выходит. Каждому свой подход, каждому по-своему надо подойти, поговорить его. То есть как-то найти какой-то стимул, чтобы он занимался. Такие занятия хорошо социализируют. Особенные мальчишки и девчонки играют вместе. Помогают друг другу выполнять упражнения в парах. Они друг друга понимают на самом деле очень хорошо. Друг другом они хорошо контактируют. Это нам тяжело их понять. А они между собой играют. А у них всё хорошо. Кирилл Панарин старается не пропускать занятия уже третий год. Хотя выразить словами свои впечатления не может у мальчика синдром Дауна. Мама Надежда замечает, что Кирюше очень нравится. Об этом говорит и улучшение физического состояния. Выкладывается по полной, очень старается. Мы видим свои результаты, конечно. И ребёнок понимает, что у него есть результаты. Он стремится к лучшему. Вот он, например, не мог прыгать на одной ножке вообще. Сейчас он спокойно прыгает с стенки до стенки. Он уверенно себя чувствует. Он умеет кувыркаться. Он понял своё тело. Это большие успехи. Ребята уже второй год сдают нормативы ГТО. В этом году 16 воспитанников получили золотые значки. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Мария Шелепова, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова